В ближайшие 10 лет захват этих территорий и акваторий борщевиком станет тотальным. Один где-то он вырос, ничего страшного, мимо кто-то прошел, ничего не заметил. Вопрос в том, насколько человек грамотно может отличить борщевик Сосновского от похожих видов борщевиков. Если не прописать вот эти моменты и не уметь определять, это очень сильно по карману ударит. Мы таким устройством выкапываем до 30 квадратных метров в час. Я видел обожженные борщевиком уши у наших борщеборцев. Есть ли какой-то смысл его каким-то образом использовать? Придется снова вывести его на поля. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор», меня зовут Анатолий Никитин. В России могут ввести штрафы за растущий на участке борщевик вплоть до 700 тысяч рублей. Необходимы ли жесткие меры по борьбе с этим растением и чем же оно так опасно? Об этом поговорим сегодня. А разобраться в этих вопросах нам поможет приглашенный эксперт. В гостях у нас сегодня биолог, член Совета Татарстанской Республикарской Организации Всероссийского Общества Охраны Природы, Антон Борщевиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон, борьбой с борщевиком озадачились на государственном уровне. Штрафы большие озвучили. Так ли все это страшно и действительно ли нужно так бороться? Такая угроза существует и в чем она, собственно, заключается? Давайте вот с этого начнем и подробно на этом остановимся. Надо сначала понять, что такое борщевик и насколько он опасен. С точки зрения его опасности, это, в общем-то, бывшие сельскохозяйственные растения, которые, к сожалению, не выдержали использования в наших агроландшафтах и убежало в дикую природу и начало быстро заселять наши окраины городов, долины рек, окраины дорог. Вышло из-под контроля. Вышло из-под контроля. С точки зрения его нежелательности, это, конечно же, нежелательное растение, потому что оно при близком контакте с соком растения и человеческой кожей вызывает ожоги, как ни странно, солнечные. Сразу обращу внимание, что у нас в студии находятся средства для борьбы с борщевиком. Подробно потом мы о них еще поговорим, когда именно пойдет речь о том, как искоренять борщевик с участков и как с ним бороться. Сейчас вот такое сообщение. Согласно опубликованным в 2022 году прогнозам ученых из Колтех, в середине столетия борщевиком может зарасти вся европейская часть России. То есть, это большие площади. Если мы говорили, что опасно как ожоги, то тут получается опасность, что просто все другие растения выселят и выгонят так. Ну, поэтому данное растение называют инвазивным, так как оно очень быстро распространяется за счет своих уникальных свойств осваивать и захватывать соседние биотопы, которые раньше занимали, например, дикие или сельскохозяйственные растения. Такие свойства ему дают выигрыш по сравнению с местными растениями в приспособляемости, прорастаемости в довольно-таки трудных, тяжелых условиях. И он, к тому же, очень легко распространяется, например, прилипнув семенами к обуви, к колесам машин, просто плывя по воде. И все это действительно создает такую вот картину огромной тотальной инвазии, когда карта нам говорит, что борщевики, распространяясь по стране, захватывают экспоненциально огромные площади. И действительно, в ближайшие 10 лет захват этих территорий и акваторий борщевиком станет тотальным. Ну, вот такие данные цифры. Борщевик сосновского имеет повышенную репродуктивную способность. Одно растение может давать до 20 тысяч семян. Это очень большое показатель получается. Да, это правда. Но если мы говорим, что просто биологическое разнообразие может быть нарушено и занимает. Для сельского хозяйства это получается еще очень опасно. То есть, может просто захватить поля. Есть ли такие сейчас уже случаи в России и в Татарстане? То есть, когда вот уже на полях такие проблемы. Ну, не секрет, что те поля, которые какое-то время не возделываются, их заселяют обычные природные луговые растения. Но дело в том, что борщевик сосновского – это особое растение, которое не допускает рядом с себя никаких соседей. Ну, может быть, с исключением клёна и синилистного, которые у нас называют американских. И оба эти растения создают такое затенение под своими кронами, что другие растения просто не растут. И когда сельскохозяйственные угодья заброшены 2 или 3 и более года, для борщевика это открытые ворота, которыми он, конечно, и пользуется. То есть, соответственно, если у кого-то есть участок где-то вот на даче, а рядом заброшенная дача, и там вдруг начал расти борщевик сосновска, то он несёт угрозу всем окружающим участкам. То есть, получается, действительно такая угроза. И в данном случае, как раз возвращаясь к штрафам, которые собираются ввести, планируют, по крайней мере, да, может, это всё-таки логичные меры? Вот даже если они большие такие. Ну, конечно, мера сама по себе логичная. Здесь ещё нужно понимать, что кроме вот такого вот эффекта помехи сельскому хозяйству, здесь ещё и помеха рекреации. То есть, рекреация у человека должна проходить в безопасных условиях, а когда рядом соседствует опасное растение, которое может приводить к серьёзным ожогам и травмам, это, конечно, недопустимо. И когда речь идёт о сельских хозяйствах, либо о садовых участках, где человек постоянно находится в контакте с растениями, и он даже не знает, что это растение опасное, конечно же, штрафы оправданы. Но вопрос в том, насколько человек грамотно может отличить борщевик сосновского от похожих видов борщевиков или зонтичных растений, которые чаще всего выглядят примерно похожи. Ну, сейчас мы к этому обратимся, посмотрим картинки и разберём примеры. Я хочу озвучить, что штрафы для граждан планируется ввести от 20 тысяч до 50 тысяч, для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч, для юридических лиц от 400 тысяч до 700 тысяч. То есть, это очень большие суммы, соответственно, если не прописать вот эти моменты и не уметь определять, это очень сильно по карману ударит. Вот для физических лиц, для граждан до 50 тысяч рублей, если на участке что-то такое выросло, мне кажется, это очень много. Ну, вот наш опыт борьбы с борщевиком в последние 5-7 лет говорит о том, что, к сожалению, вот такие, в общем-то, драконовские штрафы – это палка о двух концах. Почему? С одной стороны, они вроде бы должны стимулировать собственника на борьбу с опасным растением, но, с другой стороны, большая часть земель, занятых борщевиком, как ни странно, это муниципальные земли. И если администрация не находит, например, средств на борьбу с борщевиком, там, например, в долине реки или на обочинах дорог, а при этом строго спрашивает тех же жителей, которые около этой же дороги находятся за забором, то тут получается немножко несправедливая ситуация. А как быть? Дело в том, что борьба с борщевиком должна быть системная. Это не просто с этой стороны забора или с той. Это должна вестись системная борьба и с этой стороны забора, и с другой, и еще по дороге вдаль и назад. Поэтому, как только наше общество возьмется за грамотную системную борьбу с борщевиком, я думаю, сразу начнут появляться хорошие примеры тех территорий, где борщевик побежден. Еще вот такое мнение нашел, готовясь к программе, экспертное мнение. Главное, постоянный контроль за ситуацией, аноразовых процедур здесь бывает недостаточно. Если бороться неэффективно, косить раз сезон, то толка нет. Много борщевика, потому что никто не обращает внимания на одиночные экземпляры и небольшие очаги. То есть, получается, мы видим, когда это уже все разрослось и начинаем с этим бороться, а одиночные, один где-то он вырос, ничего страшного, мимо кто-то прошел, ничего не заметил. То есть, получается, с этого все и начинается. То есть, система нужна. Именно так, как я уже говорил, единичная семечка, принесенная, например, на обуви, на какую-то новую территорию, служит для появления нового очага. А борщевик, мы знаем, может расти 5 и более лет, но всего один раз за свою жизнь он дает семена. Но раз уж он дает семена, то те вот 20 тысяч семян, которые, да, он засеет все вокруг. И дальнейшее, значит, чтобы пресечь вот эти 20 тысяч всходов, ну и где-то примерно 5 тысяч взрослых растений, которые из этих всходов в итоге появятся, это уже требует несравнимо больших усилий, чем, в общем-то, уничтожение одного единичного растения. И те вот ситуации, которые мы, например, наблюдаем в долине реки Казанки, сейчас здесь у нас в пределах нашего города, это как раз последствия десятилетнего пренебрежения к этой проблеме. То есть, борщевик не только в сельхозугодьях, где раньше косили, выпасали скот, более или менее придерживая эту инвазию. А сейчас там ничего не делается, там сейчас трава врос человека. Для борщевика это замечательно. Для борщевика также прекрасно, значит, это различные нарушенные агроландшафты, где, например, смыло почву, он прекрасно живет на глине, где затеяна стройка и брошена пустырь. Для него тоже это... Устойчиво практически ко всем правом. Да. И плюс к этому, если есть хотя бы малейший водоток поблизости, ручеек, речка, семена, которые падают с него осенью, плывут на огромное расстояние. И там, где-то на берегу, он прорастает и снова дает семена. И вот эту цепочку надо рвать. И мы ее рвем, конечно, не только выкапывая взрослые растения, но и, например, срезая зонты с озаревающими семенами и особым образом утилизируя их. Вот вы говорите, выкапывая, срезая. У нас здесь есть средства для борьбы. Давайте посмотрим, как этим пользоваться. Да, конечно. И что, то есть, ну, видим, для меня, допустим, вот эта лопата, но она отличается от стандартной лопаты. В чем ее преимущество для действия и как вот этим пользоваться? Ну, вот на заднем плане у нас обычная стандартная лопата, которая привычна всем жителям. С ней тоже можно прекрасно бороться с борщевиком, но дело в том, что те почвы, на которых часто произрастает борщевик, они уплотненные, либо загрязненные, например, камнями, они выматывают быстро силы человека, который берется бороться с ним. На лесных почвах, например, обычной лопатой человек может выкопать 10 квадратных метров борщевика за час. Но специальные приспособления сильно облегчают эту работу за счет уменьшения площади выкапываемой земли. Здесь вот она, видите... Тут больше фактор глубины, чем ширины. Да, и меньше усилий одновременно. Задача при борьбе с борщевиком методом выкапывания подрезать стеблекорень на достаточной глубине, чтобы он не смог возобновиться при помощи верхних почек. И как раз такие вот траншейные лопаты, они помогают добраться до этого стеблекорня достаточно легко и быстро. И было изобретено вот такое вот устройство нашим казанским экологом Сергеем Германовичем Мухачевым. Это корневатель, где острая заточенная труба специально служит для того, чтобы на нужной глубине подсечь этот корень. При этом создана достаточная опора для ноги, чтобы максимальным усилием внедрять это устройство в землю. И вместо деревянной ручки здесь металлическая труба, которая точно не сломается. Таким устройством легко копать борщевик. И мы таким устройством выкапываем до 30 квадратных метров в час. Хорошо. Очень полезное и нужное устройство. Давайте теперь определимся, что именно выкапывать и как определить. Мы говорили о том, что можно спутать растения с другими и необходимо их различать. Давайте посмотрим и поговорим, собственно, как и с чем можно спутать. То есть, вот борщевик сосновского. Сколько их вообще? Получается, вот борщевик сосновского. Какие еще есть? Ну, вот в общих чертах сколько их? И ключевые параметры. Как определить именно этот опасный? Дело в том, что из более десятка видов борщевиков в нашем регионе часто встречается как минимум 3-4. И борщевик сосновского, являясь несвойственным для нашей флоры видом, он захватывает те территории, где в том числе и растут наши аборигенные виды. Например, борщевик сибирский, борщевик обыкновенный, сныть. И многие... Вот это сибирский? Так, здесь цветы у нас желтого цвета. Да, это борщевик сибирский. Борщевик сосновского цветет белыми цветами. Если можно, покажите. Да, вот как раз типичный борщевик сосновского. На длинных соцветиях находятся белые цветы. Их плодоножки собраны в такие розетки. И плюс все эти розетки собраны в общий зонтик. И, конечно же, явным отличием борщевика сосновского служат его замечательные листья. Иногда до 80-90 сантиметров в диаметре. Огромные листья. При этом на них находятся такие розоватые волоски. И у борщевика сибирского есть еще один признак. Это гигантизм. То есть, растения вырастают в высоту до 3, а то и 4 метров. Выше человеческого роста. Выше человеческого роста в 2 раза. И при борьбе с этим растением часто человек получает травму, когда верхняя часть стебля просто падает на него. На него попадает сок в те места, которые он не удосужился защитить. Например, я видел обожженные борщевиком уши у наших борщеборщусов, которые в перчатках, в масках вышли на борьбу, а вот уши не защитили. То есть, вот такие изображения. То есть, это примерно так. Это действительно так происходит? Настолько это опасно? К сожалению, да. Это клиническая картина стандартного ожога. Причем, это ожог не собственно соком борщевика, который содержал бы там какие-нибудь едкие вещества. Нет. В соке борщевика содержатся фитокумарины. Это вещества, которые разрушают в нашей коже меланиновую систему защиты от ультрафиолетового излучения. То есть, оставляют ее беззащитной перед ультрафиолетом солнцем. И поэтому я слышал, что как раз ночью, то есть, когда солнца нет, бороться с ним лучше ночью. Да. При условии, что вы сразу же удаляете с попавших на поверхность кожи брызг. Брызг, это своевременно все нужно смывать. До восхода солнца. Потому что эффект попадения на кожу, он заключается в экспозиции сока на поверхности кожи. И если вы, например, попал... Чем-то еще повредить можно? Нет. Но ночью попал у вас сок, вы не вымыли его своевременно. И потом днем пошли принимать солнечную ванну, ожог будет. Потому что действие наступает непосредственно. В расчете на то, что до утра этот сок перестанет действовать, это неправильно. Нужно обратить на это внимание. Сохраняется на несколько дней. И врачи, токсикологи, кто сталкивается с лечением вот таких вот ведений, ожогов, они говорят, что нужно держать данное место, куда попал сок борщевика, в тени более двух дней. То есть, закрывать от солнечных лучей полностью. Очень большой срок. Да. Ну вот смотрите, есть разные виды борщевика, мы смотрели. Но вот слышал, что борщевик, он все-таки, ну тут слово борщ, соответственно, другие виды есть, может быть, более полезные, да, вот мы говорили. И кто-то говорит, что борщевик видел такие заключения, что борщевик можно использовать как биотопливо, в том числе и сосновского. Или это про сосновский, вот он полностью бесполезен, только опасен. То есть, с учетом того, что он разрастается так обширно, его много, есть ли какой-то смысл его каким-то образом использовать? То есть, обернуть вот этот негатив в положительную сторону? Сложность в чем? В том числе, дважды наступать на те же грабли, на которые наступили наши предки, привезя несвойственное в нашей флоре растение сюда, и начав его эксплуатировать в качестве агрорастения, применяющегося для корма скоту, это будет повторение той же ошибки. Понятно, что из любого растения, из любого, можно сделать биотопливо. У борщевика сосновского просто огромная биомасса. Такую же биомассу можно, например, накосить с того же американского клёна. Это тоже будет биотопливо. Нет какой-то особенности. Нет особенности, это та же целлюлоза. Но для того, чтобы окупить этот процесс, то есть, добычи биотоплива из борщевика сосновского, любое другое его применение в сельском хозяйстве, придется снова вывести его на поля. То есть, выращивать в огромном объеме. Очень опасные игры. Да, лезть за ним в эти овраги для того, чтобы загрузить машину и добыть из него биотопливо, это из области такой грустной сказки. Понимаете? С точки зрения использования, я слышал его в качестве медоносов, источника для получения спирта. Я читал, что там говорят, что сахаров якобы много в нем. Это то же самое, те же самые грабли. В многих других растениях то же самое количество сахара, та же ценность медоноса, давайте разводить наши. Но они более контролируемы при этом. Конечно, они в нашей экосистеме дружественно относятся к остальным видам. Ну, мы проводили по ходу программы опрос, задали зрителям вопрос, нужны ли жесткие меры по борьбе с борщевиком сосновского. И вот такие варианты у нас, ответов получились. Да, и начинать нужно уже сейчас. 41% опрошенных заявили. Бороться нужно, но штрафы слишком большие. Это вот штрафы, о которых мы говорили, там, 50-700 тысяч рублей, 31%. Думаю, принимаемых мер уже достаточно 10%, и я вообще не понимаю, чего его все так боятся, пусть растет 17%. Но если мы суммируем, то у нас 72% опрошенных заявляют, что, да, бороться нужно, то есть понимают всю суть этой проблемы. Остальные кто-то вообще не знает, что так опасно. Но я думаю, мы сегодня подробно разъяснили, чем все-таки опасно, потому что тут и для частников, и для просто жителей. Но вот, как думаете, почему вот кто-то считает, что принимаемых мер уже достаточно? Последний вариант я даже не буду комментировать, но вот о предпоследней, что достаточно мер. Да, действительно, муниципалитетам каждый год, к счастью, выделяются определенные суммы. В этом году это будет, по-моему, 7 миллионов на всю Казань для борьбы с борщевиком сосновского. Но вопрос, как они выделяются. Да, мы понимаем проблему бюджетного финансирования, но эти средства должны быть выделены еще в конце зимы. То есть, когда снег сходит, и борщевик очень быстро, особенно старые стеблекорни, которые накопили за прошлые годы силу, выбрасывают венчик и начинают расти. Уже тогда эффективно первые меры борьбы по выкапыванию борщевика. То есть, чтобы подрядчик получил предоплату за свои услуги и начал бороться еще в апреле. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что они получают деньги в середине лета, когда ему приходится бороться с огромными растениями, что в принципе по себе опасно для человека. И это уже запоздалые меры. Ну, будем надеяться, что меры соответствующие будут приниматься, деньги выделятся и все-таки общими усилиями поборем мы борщевик сосновского и со штрафами или без, ну, какими-то способами справимся. В гостях у нас сегодня был биолог, член Совета Татарстанской Республиканской Организации Всероссийского Общества Охраны Природы Антон Бортяков. Мы обсуждали тему борьбы с борщевиком сосновского. Вы смотрели программу «Актуальный разговор». Оставайтесь с нами на телеканале «Татарстан-24». Субтитры подогнал «Симон»